С момента вступления в силу изменений в начислении платы за ОДН прошло больше месяца, а разговоры об этой теме не утихают. В управляющих компаниях разрываются телефоны, жители осаждают администрацию с просьбой еще раз объяснить, кому платят и за что. Давайте еще раз разберемся. Теперь плата коммунальных ресурсов, потребляемых при обслуживании мест общего пользования в многоквартирных домах, перешла из разряда коммунальных услуг в жилищные и входит в оплату за жилое помещение. В квитанции появились три новые строчки – ОДН за холодную, горячую воду и электроэнергию. При расчете нормативов на холодную воду и на горячую воду на электроэнергию, которые сейчас действуют, применялась площадь помещений многоквартирного дома, общего имущества многоквартирного дома без учета чердаков и подвалов. До 1 июня 2017 органам исполнительной власти поручено установить новые нормативы на потребление коммунальных ресурсов, использованных для обслуживания мест общего пользования в многоквартирных домах. Возможно, будет расширен их перечень. Для многих многоквартирных домов, которые в последнее время построены, с особенностями конструктивными, то есть нормативов у нас нет. Нам надо будет их в срочном порядке ввести и установить. Кроме того, будет установлен норматив на отведение стоков воды при обслуживании мест общего пользования. Эта строка появится в квитанциях не позднее 1 июля 2017-го. Просветительскую работу с населением, представителями ТСЖ и коммунальщиками ведет администрация. В общественной приемной целая очередь с вопросами к начальнику управления ЖКХ Дмитрию Растатурову. Сложно разобраться, особенно сейчас, которые изменения с этого 2017 года вошли. Тем более, мы еще молодые и новые. Нам это достаточно сложно пока на данный момент. И очень много вопросов возникает при передаче дел от управляющей компании в ТСЖ. Там проблемы тоже у нас были большие. Поэтому у нас и вопросов возникает много. Жильцы, получая квитанции, имеют полное право обратиться за пояснением в свою управляющую компанию и потребовать там технический паспорт дома, чтобы сверить метраж площадей общего пользования. Важно учитывать, что паспорт должен быть актуален, то есть не старше пяти лет. Во многих домовладениях техпаспорты не обновляли с момента постройки. Для начисления мы рекомендовали и департамент ЖКХ, рекомендовал департамент энергетики Ивановской области, рекомендовали все-таки оформить выписку технического паспорта, который бы содержал актуальную информацию по площади и мест общего пользования на квартирном доме. Каждый месяц в квитанциях должна стоять одна и та же сумма, не выше и не ниже определенного властями норматива. Если дом будет тратить больше ресурсов, чем определено, траты ложатся на плечи управляющей компании. Если меньше, останутся дополнительные средства, которые жители могут использовать на нужды дома, например, на текущий ремонт.